Приветствую всех, друзья! С вами снова Максим. Недавно у нас наступил 2018 год, и Австрия обновила список дефицитных профессий, в которых нуждается страна. Это профессии, друзья, обладая которыми вы имеете возможность получить рабочую визу в Австрии, которая называется Rotwais Rotekate. Снова мы с вами, друзья, на нашем любимом сайте www.migration.gv.at, и нам нужен раздел, который называется Fachkräfte in Mangelberufen, то есть рабочая сила в дефицитных профессиях. Для того, чтобы попасть в этот раздел, вы можете зайти на этот сайт и зайти в раздел Rotwais Rotekate, и, значит, у нас второй пункт называется Fachkräfte in Mangelberufen. Значит, друзья, Mangelberufen, как я сказал, это дефицитные профессии, в которых нуждается страна. И, обладая этим, этой профессией, обладая, также, значит, если вы почитаете вот эту статью, мы видим, что нужно набрать нам 55 пунктов из 90 возможных. И пункты даются за образование в соответствующей профессии, за опыт работы, видите, тут пункты даются за каждый год опыта работы, за знание немецкого языка, ну, либо вот английского языка, и, видите, для дефицитных профессий вам обязательно нужно иметь предложение о работе из Австрии. Это, конечно, является самым большим обычно подвохом в поиске, ну, в переезде в Австрию, но, друзья, ничего не поделать. И вот, набрав 55 пунктов, также дается, видите, за возраст, тут до 30 лет, до 40 лет, и, значит, набрав 55 пунктов из 90, вы имеете право получить рабочую визу в Австрии. Теперь, друзья, давайте же посмотрим, что за это за профессии, в которых нуждается Австрия в 2018 году. Вот этот список, вот этот весь список, ну, давайте, если нажать на любую профессию, он перебросит на более детальное описание. Давайте, друзья, разберем, в каких же профессиях нуждается Австрия в 2018 году. Итак, первая профессия у нас Шварцдеккер. Друзья, Шварцдеккер – это человек, который работает на крыше, и, ну, в общем, насколько я понимаю, это человек, это кровельщики, кровельщики. Второе, друзья, это у нас Фрезер, Фрезер или Фрезерин. Видите, тут, друзья, в конце ИНН обозначает, что может быть как, ну, как мужчины, так и женщины. В немецком языке обязательно нужно добавлять окончание, которое обозначает женский, как бы, род. Поэтому, если когда говорится, когда хотят сказать, что допускаются и мужчины, и женщины, то в конце вот так пишется вот этот вот ИНН. Но мы будем читать такую первую часть, это Фрезер. Фрезер, друзья, это Фрезеровщик. То есть Фрезеровщики, видите, вот работники по металлу. И тут даже вот под каждой профессией, как бы подразделы даже. Значит, Фрезеровщики, вот тут обработка металлов, какой-то CNC-фрезеровщики, друзья. Понятия не имею, что это такое, но, в общем, различные Фрезеровщики. Третий пункт у нас техники mit höhere Ausbildung für Maschinenbau. Это, значит, техники с высшим образованием в машиностроении. То есть машиностроители. Опять же, куча-куча подразделов всяких, каких конкретно машиностроения. То есть всяких различных климатических установок, машиностроительные, конструкторы. В общем, друзья, куча-куча подразделов различных машиностроительных. Видите, даже по оружию, технике, в общем, куча всего. Даже, видите, в этот раздел относятся программисты, вот, CAD-систем, автокад, да, штук. Так, друзья, значит, машиностроение. Следующее у нас это техники mit höhere Ausbildung für Stagstromtechnik. Это у нас, видите, друзья, значит, инженеры, но техники с высшим образованием в энергетике. В энергетике. Опять же, куча подразделов, электротехники. Значит, друзья, ну, я и... Куча, короче, все, что связано с энергетикой. Следующее у нас это Dreher. Dreher это токарь. То есть токари, видите, на всяких автоматических станках, на Borg, Viag, Dreher, значит, на всяких сверлильных станках. Друзья, ну, я не знаю всех этих слов. Короче, различные виды токарей. Следующее, друзья, у нас это другие техники различные в энергетике. Опять же, несколько других подразделов энергетиков. Так, следующее, седьмое у нас как раз это техники mit höhere Ausbildung für Daten für Erbarten. Вот это как раз, друзья, то, что у вас могло сложиться впечатление, что одни только программисты в Австрии едут. Нет, на самом деле программисты это именно только вот один пункт из дефицитной профессии. Вот это, друзья, седьмой пункт. И тут перечисляются куча-куча, значит, IT, значит, подразделов. Это, допустим, программисты, значит, инженеры, проект-менеджеры, SIP, тут, видите, просто программисты, IT-архитекторы, тестеры, все. Вот этот вот раздел Daten für Erbarten, то есть обработка данных. Так что, друзья, программисты это только один из разделов того, кто нужный Австрии. Следующие, друзья, это у нас Land Maschinenbauer. Land Maschinenbauer – это, значит, агротехники, агротехники. Опять же, несколько различных подвидов агротехнических специальностей. Следующие, друзья, это Diplom Engineer für Maschinenbau. Опять же, дипломированные инженеры в машиностроении. Да, всякие дипломированные инженеры. Так, дипломированные инженеры в энергетике. Следующие у нас это Werkzeug, Schnit und Stassenmacher. Это, друзья, различные инструментальщики, резчики и штамповщики. Я, друзья, не знаю, честно говоря, кто это такие. Но я думаю, что у кого такие специальности знают. Инструментальщики, резчики. Вот инструментальщик я помню, я помню такое слово. У меня вот отец, родители на заводе работают. Я вот слово инструментальщик часто слышал, хотя понятия не имею, что они делают. Так, дипломированные инженеры в обработке данных. Опять все наши программисты. Видите, они единственное только делят дипломированные инженеры и техники. Они по-разному разделяют. То есть на разные уровни вашего образования. То есть либо вы дипломированный инженер, либо вы там закончили только какую-то... В общем, по уровню вашего образования. Поэтому в двух разделах. Следующий это у нас Dachdecker. Dachdecker, друзья, это фактически то же самое, что было первое у нас пункт. Schwarzdecker. Я попытался сегодня узнать у австрицы, чем отличается Schwarzdecker от Dachdecker. Ну, мне так с трудом смогли объяснить. Это как... Ну, в общем, друзья, это все те, кто работают на крышах. Кровельщики. Кровельщики, которые там покрывают крыши. Так. Следующий это у нас техники с высшим образованием. Значит, что это? Если не указано иное. То есть различные какие-то другие типы техников. То есть тут... Ой-ой-ой. Тут, значит, техники по дереву, по работе с искусственными материалами. По работе с кожей. Значит, вот... Значит, башмачники. Ну, шуя техники. То есть по производству обуви. Техники по сварке. Я, друзья, честно говоря... Вот в мебель, например. В вывоз мусора. Я, друзья, честно говоря, не знаю, кто такие вот именно техники в этих всех областях. То есть что имеется в виду... Ну, то есть имеется в виду смысл такой, что у вас должно быть диплом... Вы должны быть дипломированным инженером в этой области. Да? То есть вы должны закончить какое-то техническое учебное заведение. То есть в Австрии с этим просто. Ты идешь как бы в техническую высшую школу, ты получаешь диплом техника. А как вот соотнести этот диплом техника с нашим как бы образованием бакалавр-специалист-магистр? Ну, скорее всего, друзья, для того, чтобы получить соответствие к инженеру местному, нужно закончить техническую школу. То есть какое-то высшее заведение, которое выпускает именно инженеров. Друзья, ну кто знает, кто знает, вот как соотнести именно техников и дипломированных инженеров, как это соотносится с нашими, значит, образовательным, да, процессом? Пожалуйста, напишите. Значит, следующий у нас пункт это Schweitzer-Schneid-Brenner. Schweitzer, друзья, это, значит, кто это у нас? Сварщики. А Schneid-Brenner это резчики. Сварщики и резчики. Видите, по алюминию, с аргоном. В общем, друзья, куча подразделов сварщиков и резчиков. Понятия не имею, что, значит, как, друзья, внутри себя сварщики подразделяются. Так, ну, следующее, это другие техники для машиностроения. Какие-то еще дополнительные подкатегории техников в машиностроении. Электроиншталатуе монтое. Значит, электроиншталатуе это у нас кто, друзья? Это электромонтажники. Это электроэлектромонтажники. Да, ну, опять же, куча подразделов. Кому интересно, читаем внимательно. Значит, Баутишля. Баутишля это, ну, это строители. Строители. То есть, да. Видите, вот укладчики, укладчики полов, паркетов. Да, ну, в общем, разные тут тоже в строительстве, друзья. Значит, дипломированные инженеры в области швах-штром. Швах-штром, друзья, что это такое? Связи, да, в области связи. А вот нахриттентехник, значит, в области связи. И, значит, электротехники тоже, да. Опять же, опять же, куча подразделов. Значит, техники по телевизорам, по радиосвязи, по радиотехнике. В общем, куча подразделов, друзья. Кибернетика, я вижу, по мобильной связи. Да, различные компьютерные системы, насколько я понимаю, указаны в этой области. Так, ну, хорошо, друзья. В общем, если вы в связи, техник по связи, это для вас. Значит, иные, зонстые шпенглеры. Шпенглер, друзья, это слесарь. То есть, да. В общем, друзья, друзья, всякий слесарь. Слесарь. Значит, бетон, бауэр. Бетон, бауэр, соответственно, это бетонщики. Бетонщики, рабочие, работники по бетону. Значит, цимерер. Цимерер, это столяры, плотники. Ну, опять, там, опять слесарь. Значит, плотен, флизен, легер. Это укладчики плитки. И, да, укладчики плитки различных типов. Крафтфарцойк, механики. Это автомеханики. Опять же, автомеханики разных типов. Ро иншталятое, мантое, это, что это, друзья, это водопроводчики. Опять же, куча, куча тут разных типов водопроводных работ. И последнее, это дипломированные медсестры и медбратья, да, медсестры. Так, да, дипломированные медсестры в разных, тут разных, разных, значит, направлений, детских болезней, значит, что еще, значит, совсем малышей, для ухода по уходу со стариками. И, в общем, друзья, мы видим, что целых 27 профессий у нас, даже не профессий, а областейно собиралось у нас то, в чем Австрия нуждается в 2018 году. Как мы видим, самый большой акцент это на машиностроение, на энергетику сделанную, и куча таких обычных рабочих специальностей, как слесари, токери, фрезеровщики, кровельщики, строители, плотники, водопроводчики, связисты, автомеханики. В общем, огромная куча специальностей, друзья, по которым и только один из пунктов это программисты и иже с ними, да. Потому что люди после моих видео обычно думают, что в Австрию можно поехать только программистом одним. В самом деле, друзья, посмотрите, какой большой список профессий, которыми, ну, скажем так, обычные для нашего человека. Единственное, друзья, как я уже сказал, самый главный подвох во всей этой истории получения визы в Австрию, это получить предложение о работе от австрийского работодателя. И если у вас есть немножко опыта в своей работе, вы, значит, у вас есть образование соответствующее в этой области, знание немецкого языка хотя бы на уровне А1, что любой вменяемый человек способен выучить на за месяц, то вы можете получить, получить, значит, рабочую визу в Австрию. Ну, и вот тут даже такой пример, есть небольшой пример, что предприятие ищет, нашло себе кровельщика, да, вот монтажника, высотника, насколько я понимаю. Дагдекер – это вот не просто кровельщик, который на высотах работает, вот он нашло себе сербского кровельщика, да, монтажника. И у него есть, соответственно, образование, у него 10 лет опыта, ему 29 лет, то есть он в 19 лет пошел работать, насколько я понимаю. И вот этот человек набирает 60 пунктов, из них 20 пунктов за квалификацию, 20 за опыт, 5 за знание немецкого на минимальном уровне и 15 пунктов за свой опыт, за свой возраст, потому что ему до 30 лет. И этот человек набирает 60 пунктов и получает спокойно рабочую визу в Австрию. Ну что, друзья, с вами был Максим, я надеюсь, вам понятно, да, что если у вас есть одна из этих профессий, вы можете попытаться, во-первых, конечно же, написав хорошее свое резюме, послав его австрийским работодателям, договорившись, получив от них предложение о работе и получить после этого визу, рабочую визу в Австрии. Ну что, друзья, удачи всем, кто хочет попытать себя в этом нелегком деле эмиграции в другую страну. С вами был Максим, всего хорошего, пока-пока.